Девушки отдыхают Остановимся на статье одного корреспондента, подписавшегося как Петровеньковец, то есть житель села Петровеньки, Лозово-Павловского района. В пух и прах автор разносит местное житье-бытье, начиная с сельсовета, который, по словам автора, не то спит, не то дремлет. Особое внимание Петровеньковец уделил деревенским самогонщикам. Думаем, эту часть статьи нужно процитировать. Самогон у нас льется рекой. Частенько сельское начальство местного преследования самогонщиков косвенно их поощряет. На днях обнаружен был завзятый самогонщик. Сделали обыск и нашли изрядное количество готового самогона. Думали, думали, что с ним делать. Надумали попробовать. Попробовали, захотелось еще. И через несколько минут выдали четыре бутылки. Ну как тут будешь строго поступать самогонщиками? По-видимому, в Тебуде тема сельского алкоголизма была очень актуальна. На этой же странице мы видим следующий лозунг. Крестьянка. В твоих интересах, чтобы деньги шли не на водку, а на облигации второго крестьянского займа. Ниже можно прочитать душесчипательное стихотворение, написанное от лица разнесчастной крестьянки. И привез из фенотдела облигации займа. Перестань пить, горький пьяница. Ты в пример бери, Кузьму. Пусть рука твоя потянется. Не к бутылке, а к займу. Суббота. 30 декабря 1944. Последний предновогодний номер Ворошилоградской правды. В номере оперативные сводки, международные новости, трудовая жизнь области. О празднике напоминают лишь небольшой лозунг на первой странице. Встретим Новый год победой. Хотя жители города, конечно же, даже в то тяжелое время не забывали о праздниках. Из газеты мы узнали, что коллективы художественной самодеятельности готовят для детей новогодние концерты. Торгующие организации Ворошилограда завезли в город елочные украшения на 90 тысяч рублей. Коллектив областной филармонии готовит к детским новогодним елкам музыкальный спектакль «Капитан Петухов». В листа газеты можно понять, что в городе была светская жизнь. Так, в клубе имени Сталина проходили концерты мастеров эстрады. Работали драмтеатр, театр музыкальной комедии, кинотеатры. А во Дворце культуры имени Ленина 31 декабря был устроен костюмированный бал «Маскарад» для всех желающих. За лучшие костюмы и исполнение бальных и народных танцев обещаются призы. Предновогодняя газета за 30 декабря 51 года ничем не отличается от будничных выпусков. Нет даже лозунга с Новым годом. Праздничная «Луганка» рассказывает об успехах и достижениях советского народа, делится международными новостями. На первой странице газеты рапорт товарищу Сталину от тружеников Луганщины. Статья называется «Год больших побед». Вот несколько выдержек из нее. Путь, пройденный советской родиной в 1951 году, это путь прогресса и процветания. Все отрасли народного хозяйства шагнули далеко вперед. Десятки шахт области досрочно завершили годовые планы добычи топлива. В числе передовых коллективов шахтеры трестов Свердловск уголь, Лисичанск уголь и других шахт, которые уже дали много угля, счет 52 года. В нынешнем году колхозы и совхозы области провели все сельскохозяйственные работы в сжатые сроки. Вырастили урожай всех сельскохозяйственных культур, значительно превышающий уровень прошлого года. Досрочно выполнили план хлебозаготовок. Во всех колхозах шурится соревнование за отличное выполнение каждого вида сельскохозяйственных работ, что позволяет труженикам полей завоевать в будущем году еще большие урожаи, достичь новых успехов в развитии общественного животноводства. Гигантскими успехами нашей страны, достигнутыми в минувшем году советские люди, обязаны мудрому руководству партии Ленина-Сталина. Она мобилизирует, вдохновляет и направляет трудящихся на быстрейшее построение коммунизма в нашей стране. Победно завершая прожитый год, советские люди выражают свою любовь и преданность великому вождю, любимому отцу и учителю, товарищу Сталину, ведущему нас к сияющим вершинам коммунизма. Мы не будем подробно останавливаться на передовице под названием «Год великих свершений», рапортующий об успехах области. Эта статья мало чем по смыслу отличается от той, которая была опубликована в 1951 году. Только там передовица называлась, если помните, «Год Больших Побед». Согласитесь, новоселье накануне Нового года – это двойной праздник. Под Новый год в Жалтневом районе в квартале Гагарина заселился новый 120-квартирный дом под номером 23. Квартиры получили рабочие различных предприятий, строители, работники торговли. Конечно же, все счастливы и довольны. Комнаты светлые, просторные. Есть все удобства. И газовая плита, и ванная, и центральное отопление. Мы счастливы, что живем в самой прекрасной стране. Безмерно счастлива встретить Новый год вместе с дочерью и шестилетней мамкой. От всего материнского сердца благодарю Коммунистическую партию и Советское правительство за заботу. Я обязуюсь в юбилейном году трудиться еще лучше, чтобы со всем коллективом завода достойно встретить 100-летие со дня рождения Ленина. Еще два больших праздника в один день отметили шестеро жителей Луганска. Именно под Новый год 31 декабря решили соединить свои судьбы Валентина Денисенко и Анатолий Сучков, Надежда Исаевска и Иван Евчук, Людмила Щеглова и Геннадий Петрушкин. Надеемся, что у этих пар семейная жизнь сложилась удачно. Значит, сегодня их можно поздравить с 35-летием совместной жизни. В последний день Старого года по традиции всех луганчан приглашают площадь Героя Великой Отечественной войны. С утра для жителей города там была организована предпраздничная торговля елочными украшениями, продовольственными и промышленными товарами. А в 6 часов вечера для всех желающих там же были организованы народные гуляния, посвященные встрече Нового года.